Городские депутаты сегодня отказались голосовать за перевод земли, относящийся к гипермаркету Магнит на Саратовском шоссе, из одной зоны в другую. 50 тысяч квадратных метров земли расположены в трех зонах, и изначально правообладатели участка должны были знать об этом. Одна часть земли находилась в зоне ИТ-3, основные магистрали и инженерные зоны. Вторая часть в зоне РТ-1, которая считается резервной для комплексной многоэтажной застройки. Третья часть ОД-1-3, многофункциональные и крупные торговые центры. Теперь же предполагалось все части объединить единой зоной ОД-1-3. Земельный участок с кадастровым номером 64 05 01 05 03 63 находится в границах трех территориальных зон, что противоречит части 4 ст. 30 Градостроительного кодекса. И в связи с приведением в соответствие требования действующего законодательства предлагалось ввести изменения в графическую часть правил землепользования и застройки в части приведения границ земельного участка к одной территориальной зоне ОД-1-3, многофункциональные центры обслуживания и общественно-деловой активности, крупные торговые комплексы, рынки. В ходе обсуждения от участников в публичных слушаний вопросов из замечаний не поступило. Голосовали единогласно. Но этот вопрос вызвал подозрения сначала у депутата от КПРФ Дениса Мамаева. Затем переводом земли из одной зоны в другую заинтересовался представитель прокуратуры. Кто правооплодатель данного 63-го участка? А в огне понятен не имею. Мы не занимаемся правооплодателем. Мы занимаемся правооплодателем. А что в чей инициативе он будет вывести на личную слушку? Я рисую по инициативе правооплодателя данного. Тогда кто правооплодатель? Нет, 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 стоп. Я предпринюю. Конечно, правооплодатель, потому что у нас есть земельный участок, уже находящийся в собственнице, в котором находятся три зоны. То есть он уже выделен, он уже стоит на кадастровом учёте, и его незначительные части заскортипляют, он не рисует. Это я понимаю. Вы объясните, он в аренде находится или он в казне гордо находится? Беспогнати. На что я обращаю внимание? Отдел архитектуры не занимается финалством и таким образом. Мы занимаемся все ремонтом земель. Вот вы его сейчас переводите из категории о том, что первое, ИТ-3, которое не предусматривает размещение каких-либо объектов торгового значения. Он Т-1, это комплексное развитие территории по ДНКД, которое никогда не осуществляется, потому что договор включается на комплексное развитие. Вы переводите его в зону торгового центра. Потому что эта торговая зона, она... Так возникает вопрос, на каком основании он тогда, правообладатель его взял, когда он находился в разной территориальной зоне, а сейчас он его переводит в торговый центр для того, чтобы застроить этими торговыми объектами. Правообладатель покупает, и в этот момент будет земельный участок, а стоящий на кадастровом учёте. На кадастровом учёте. в соответствующей территориальной зоне. И его, в общем-то, мало интересует, в какой зоне он находится, но берёт его в год именно строительство магазина. В данном случае магазин в огне. И он соответствует данной зоне, где он устроит это. И получается, что весь участок у него соответствует использованию, и только две небольшие части не соответствуют. И это уже даже не его проблема, это наша проблема. Проблема отдела архитектуры. Мы не имеем права, чтобы участки земельных находились в местах и зонах. Мы не можем сформировать такой участок. У нас вопрос такой, о том, что на каком основании он приобрёл право возле данного земельного участка, в момент, когда он находился на территории трёх различных функциональных зон. Вопрос интересный. Вот, интересный. Когда уже не было права застраивать его, потом сейчас мы по публичным слушаниям это право ему предоставим. 50 тысяч квадратов, он сейчас просто, во-первых, и катастрофа, и стойкость рыночная, и меняются на части. Вот. И вопрос предоставления всё-таки давайте тоже разрушаем. Я абсолютно прекрасно понимаю, но это вопрос, наверное, как это приличное отношение. Вы можете подготовить документы по этому участку для прокуратуры, рассмотреть, в том числе и комиссии по бизнесу. Этот вопрос городские депутаты решили перенести на следующее заседание, поскольку перевод земли из одной зоны в другую – это не просто формальность. Эти действия повлекут за собой пересмотр налоговой ставки. К тому же это даст возможность застроить участок, на котором раньше делать это не разрешалось.